Приветствую вас, дорогие дамы и господа! Сегодня я хотел бы поделиться с вами своими впечатлениями от сборки рунных слов в Diablo 2 Resurrected. В первую очередь мы посмотрим редкие кадры, которые мне удалось записать еще в прошлом сезоне, когда я собирал самые-самые первые рунные слова, от которых действительно что-то серьезно зависело. Первым большим рунным словом, которое я собрал, было Breath of the Dying. Я собирал его буквально через месяц после старта Diablo Resurrected. Это было 24 октября, я вот как сейчас помню. Мне удалось купить болванку и набор рун для этого слова всего лишь за 850 FG. Болванка вообще оказалась крайне удачной, это был Гост Спир, в нем почему-то никто не хотел собирать Breath of the Dying, хотя это превосходнейшая болванка для варвара. И вот я отправился в Харагат и стал помещать в правильном порядке руны в рунное слово. Как вы знаете, я всегда открываю энциклопедию, чтобы, не дай бог, не ошибиться в порядке установки рун. Иииииии... 400%! На тот момент это был самый лучший Breath of the Dying на сервере, в принципе. То есть ни в Америке, ни в Азии, ни в Европе нигде еще не собрали Breath of the Dying на 400%. Я продал его за 2500 форум голд, что впоследствии, ну, так же, как и другие мои приобретения, позволило мне накопить на Энигму для своего варвара. Ну, конечно, было обидно расставаться с таким сокровищем, я бы с удовольствием использовал его сам, но ценные вещи желательно продавать тогда, когда они на пике своей стоимости. Следующий Breath of the Dying я собирал под заказ. Меня попросили сделать варвара с алибардой, я приобрел вот такую вот прекрасную Great Pollux, и Breath of the Dying сролился на 375%. Это достаточно хороший ролл, намного выше среднего, поэтому я был в высшей степени удовлетворен. А человек, которому досталась эта алибарда, потом с огромным удовольствием еще долго играл за варвара Верлвиндера, с тем произведением искусства. Всего в прошлом сезоне мне удалось собрать 3 алибарды Breath of the Dying, одно копье и один меч. И вот когда я собирал меч, меня об этом попросили, человек предоставил мне и руны, и болванки, и попросил, чтобы Breath of the Dying был собран лично моими руками. Естественно, я не взял с него за это ни копейки, просто кто-то решил довериться моей удаче. Я, как обычно делаю, отправился в Харагат, я всегда там собираю оружие, поговорил с Ларзуком, он, впрочем, не рассказал мне никаких секретов сборки Breath of the Dying, так что пришлось собирать своим умом. И в правильном порядке я начал устанавливать руны в этот прекрасный Колоссус Блейд. И... И... Ясс! 399%! Представляете, как рад был парень, которому достался этот меч. Невероятно. Но вот другой человек, который решил положиться на мою удачу в вопросе сборки луков и попросил собрать меня в Фейв на стриме, был уже далеко не так обрадован. Проверяю по энциклопедии лишний раз. Пускай я знаю точно, что Фейв это Охм Джах Лем Эльд, я еще раз, глядя прямо на страничку, все буду делать. Итак, поехали. Фейв. Четыре сокет-миссайл-вэпанс. Вот это экстрим бедлок, ребята. Самый минимальный ролл из возможных. Плюс 13 ауэро-фанатизма. Ну хорошо, 12 минимальное, но 13 это очень мало. И плюс 1 AllSkills, хотя могло быть плюс 2. Конечно, предложение Андрея было намного выгоднее. Получить готовый лук всего лишь за Джах. Но мы так договаривались с Фивером, которому принадлежит эта Амазонка. Так что вот теперь есть фейк, сделанный собственноручно на стриме. Но может хотя бы с Форти повезет? Эль Соль Долло. И у нас получается почти максимальное количество сопротивляемости. 29 из 25. И Life Per Level, слушайте, кажется, очень высокий показатель. Потому что эта Амазонка всего лишь 78 уровня. Полторашечка! Это максимальный ролл на здоровье. Но, слушайте, Fortitude должна нас полностью утешить. Потому что это на 90% перфектная версия. Вот здесь 29 из 30 сопротивляемостей. И самый максимальный бонус к жизни, какой только может быть. Вот, так что лук нас немножечко расстроил. Но зато у Форти полностью утешила. Всего за прошлый сезон мне удалось собрать 3 рунных слова гриф. Каждый раз я собирал их в фейсблейдах. В Берзерфер акциях ни разу не удалось это сделать. И, к сожалению, я смог записать только один из случаев, когда я собирал гриф. Потому что в остальное время меня или отвлекали дети, или были какие-то другие дела. Поэтому я не мог запустить запись и оставить себе в качестве вот такого небольшого памятного видео процесс сборки рунного слова гриф. Ну вот, одна штука все-таки у меня сохранилась. В этот раз я отправился к Куалкеку для того, чтобы проконсультироваться с самым старым опытным варваром о том, как же правильно делать лучшее одноручное оружие в игре. И получился крайне достойный ролл. Абсолютно стоящий помещение в эту супериорную болванку. Отличный гриф. Ну и на закуску я оставил вам контент из нового сезона. Пока что я собрал только одно рунное слово, от которого действительно многое зависело. Предыстория такова. Я обнаружил, что руны Сур почему-то стоят значительно дешевле, чем Берр. А из двух Суров вообще-то собирается один Берр. Я смотрю, два Сура стоят дешевле, чем Берр. Купил два Сура, сварил Берр, продал. Сделал это еще раз и еще раз. А потом я подумал, а что будет, если объединить два Бера? А получится Инфинити. Тогда я купил еще пачку Суров и решил сделать себе Инфинити. Я купил самую непопулярную болванку, в которой никто не хотел собирать Инфинити. Почему-то. Не знаю почему. Эта болванка называется Warpike. Это самое сильное оружие по урону в игре. Оно безумно мощное и тяжелое. И я решил рискнуть и сделать в нем Инфинити. Я варил его ночью, поэтому старался не шуметь, чтобы не разбудить детей и жену. Берр. Ист. Ис, бери. Вот так я и стал обладателем самого лучшего Infinity на серверах Diablo. В данный момент лучшего копья нет ни в Европе, ни в Америке, ни в Азии. Вот такая совершенно потрясающая пика для наемника с фантастическим уроном. И когда я выставил ее на торги, все были настолько шокированы этой Infinity, что никто не рискнул предложить за нее достойную цену. Потому что очевидно, что эта вещь стоит очень-очень-очень много и нужна, наверное, лишь каким-то единицам коллекционеров в Diablo. Поэтому я решил пользоваться ей самостоятельно. В кои-то веки я, собирая потрясающее рунное слово, не продал его немедленно за там лучшую сумму, которую мне предложили, а решил создать сам персонажа, который извлечет максимум выгод от этого рунного слова. И хоть я и не планировал делать ново-сорку на пятый день лендера, собрав вот такую Infinity, я понял, что это знак, и что это путь, по которому мне следует пойти в этот раз. Ну что ж, друзья мои, спасибо вам большое за просмотр. Я желаю вам большой удачи при сборке рунных слов Diablo. Но, умоляю вас, не рисковать. Собирайте рунные слова в тех случаях, когда вас устроит даже самый минимальный вариант. Если же вы рассчитываете на максимальный ролл, удача может подвести вас так же, как неоднократно она подводила меня. Поэтому я советую вам все-таки проявлять избирательность, осторожность, и если вам что-то очень нужно с какими-то фиксированными показателями, лучше пообщайтесь с другими игроками и купите себе за руны интересующую вас вещь, заранее точно зная, какой у нее будет ролл. Но, конечно, собирать рунборды своими руками и видеть такие потрясающие цифры, максимальные роллы, это потрясающее удовольствие, которое нам приносит эта игра. До встречи на стримах. Пока.